Казанский федеральный университет продолжает принимать гостей в рамках программы студенческого туризма. На сегодняшний день в ней участвуют 18 вузов страны. Представители принимающих университетов знакомят гостей со своим учебным заведением, а также предлагают им различные туристические маршруты. Студенты каких вузов в этот раз посетили Казань, узнаем в сюжете. В этот раз Казань посетили шесть студентов из разных уголков России. Студенты Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского государственного медицинского университета, Башкирского государственного университета. Все они приехали парами и заселились в двух местных комнатах в студенческом кампусе деревни Универсиады. Четверокурсница Вероника Сройкова из Перми, выбирая между Владикавказом и нашим городом, решила остановиться на Казани. Лично я ни разу не была здесь и много слышала об этом городе, о том, что он очень красивый, что это третья экономическая столица России. И все, кто здесь были, отдыхали, все очень довольны этим городом. И я решила сама, своими глазами посмотреть всю его красоту. Для путешествующих студентов подготовлено несколько форматов культурно-туристической программы. Они могут следовать предложенным маршрутам или же составить свой уникальный. Студентам предлагается посетить Казанский Кремль, Старо-Татарскую Слободу, Кремлевскую набережную и другие интересные места в городе и республике. Но ключевой точкой, конечно, является КФУ. Сотрудники Музея истории Казанского университета проводят бесплатную экскурсию для всех прибывших. Город очень понравился, все очень ухожено, очень красиво, много цветов. Побывали мы в Кремле вчера, сегодня посетили парк Горького и национальную библиотеку. На этой неделе в КФУ планируют прибыть еще несколько групп студентов-путешественников из разных высших учебных заведений России. Возможность посетить российские города есть у каждого студента. Для этого нужно заполнить заявку на информационной платформе stutturism.rf. Елизавета Никитина, Радмир Софиуллин, Универньюс.